Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Гиены — существа, неоднозначные во всем. Мало того, что в их стаях царит матриархат, а процентовка удачных охот больше, чем у самого царя зверей, так они еще и котики с собачьей внешностью и характером. Но об их поведении и говорить нечего. Спарта просто отдыхает. Я уже рассказывала про несколько видов гиен. Их можно найти в плейлисте «Хищники» или «Животные Африки». Однако сегодня речь пойдет о предках наших современников. Встречайте пещерную гиену — вымерший под вид современной пятнистой гиены. Появилась пещерная гиена в Европе приблизительно 500 000 лет назад и была широко распространена в плейстоцене Евразии от Северного Китая до Испании и даже Британских островов. Пещерные гиены начали постепенно исчезать из-за смены природных условий и вытеснения другими хищниками, а также людьми. И примерно 20 000 лет назад они полностью исчезли в Западной Европе. Останки пещерной гиены довольно часто находят в европейских пещерах. Впервые статус отдельного вида для нее предложили в 1938 году из-за некоторых явных различий в морфологии с пятнистой гиеной. Несмотря на то, что пещерные гиены географически были довольно широко распространены, морфологические различия между ними невелики, поэтому все евразийские подвиды относятся к одному виду, а экземпляры из Африки описаны как ископаемые формы современных гиен. Главное морфологическое отличие от пятнистой гиены заключалось в более длинных конечностях. Плечевые и бедренные кости пещерной гиены были длиннее, чем у ее современной родственницы, что являлось, скорее всего, адаптацией к жизни в холодном климате с многоснежными зимами. Также, учитывая куда более холодный климат, в котором жила пещерная гиена, справедливым будет предположить, что ее ушные раковины были меньше, чем у современной пятнистой гиены, живущей в жарких странах. Шерсть пещерной гиены была, судя по всему, гуще и длиннее, а окрас, скорее всего, был более бледным, нежели у современной формы. При одинаковой длине черепа современной гиеной пещерная гиена имела большую ширину в скуловых дугах, что говорит о большей массивности ископаемого подвида по сравнению с современными гиенами. Судя по всему, пещерная гиена приобрела еще большую специализацию как хищник-падальщик, способный разгрызать очень крупные и прочные кости. Ее морда была относительно шире и немного короче, чем у современных пятнистых гиен. Из всего вышеизложенного следует, что в среднем пещерная гиена была значительно крупнее современной пятнистой гиены, с которой могли сравниться лишь очень крупные экземпляры последней. Если средний показатель у пещерной гиены был выше, чем у современной гиены, то логично, что и особо крупные особи могли превышать размерами даже экстремально крупных современных гиен. Например, крупнейшие самки современной пятнистой гиены весят около 86 килограмм. Эти показатели, должно быть, были весьма справедливы по отношению к весьма обычному среднестатистическому весу пещерных гиен. Масса тела наиболее крупных особей пещерных гиен могла превышать 100 килограмм. Пещерные феминистки предпочитали охотиться по ночам. Мы очень мало знаем о пещерных гиенах, и единственное, что точно известно ученым, это то, что этот вид гиен жил в пещерах. В отличие, например, от пещерных львов, ролик о них тоже есть. Пещерные гиены, как и современные, имели довольно широкий рацион питания. В местах их обитания находят останки оленей, кабанов, лошадей, бизонов, мамонтов и шерстистых носорогов. А также палеонтологи изредка натыкаются на останки древних голых обезьян, карманьонцев и неандертальцев. Не брезговали пещерные киски и падалью, и даже своими слабыми или ранеными сородичами. Пещерные гиены во время своего рассвета были очень успешными хищниками. Вполне возможно, что они смогли вытеснить из своего ареала обитания большинство других. Возможно, с ними не могли конкурировать даже пещерные медведи. И пещерные львы, как всегда в таких случаях, вывод палеонтологи сделали на подсчете количества костей этих хищников, где скелеты гиен преобладали. Ученые считают, что именно пещерные гиены уничтожали остатки вымирающей группы пещерных медведей. Ведь зимой это была идеальная пища для гиен, особенно когда мяса не хватало. Возможно, этот вид гиен сосуществовал с волками, ведь волки вели охоту на более мелких животных, таких как горные козлы, косули, зайцы и т.д. Таким образом, конкуренция этих двух видов сводилась к минимуму. Но когда популяция волков стала значительно увеличиваться, они начали вытеснять пещерных гиен. Существует теория, которая говорит о том, что именно пещерные гиены не позволяли древнему человеку осваивать Аляску, так как гиены постоянно следили за перемещением людей и нападали в самый неподходящий момент. По всей видимости, неандертальцы и доисторические гиены вели отчаянную борьбу и за сами пещеры, но по итогу нет ни тех, ни других. А как Вы думаете, пещерные гиены сильно досаждали первобытным людям и правда на них охотились? Напишите свое мнение в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok